ребятки я всех приветствую сегодня будет последнее видео связано с будем дальнобойщика то есть это финальная серия то есть я решил закрыть данную рубрику сегодня расскажу почему зачем там какие причины и так далее многие знают то что я перешел полностью на ферму надо сказать нужно попрощаться с этой рубрикой нужно зафиналится поэтому сегодня будет последний бунда для бочка и от вас хочу видеть максимальную активность давайте на этом ролике наберем 200 лайков я буду очень сильно благодарен ну и конечно же не забывайте подписываться на канал цель это 25000 поэтому кто не подписан пожалуйста подпишитесь на канал но при старте игры вам очень сильно поможет мой промокод вводите промокод полканов на любом сервачке до пятого уровня за него получите 300 тысяч рублей вся информация есть в описании под видео ну что ж ребята не буду затягивать начало всем желаю приятного просмотра приятного аппетита всех обнял приподнял полетели ну что ж ребятки давайте начнем с самого главного это почему я решил уйти с дальнобойщиков я на полностью березе говорю то что я как бы ухожу для бойщиков возможно иногда на стримах я буду катать даль на если вы меня попросите если вы захотите но именно будет дальнобойщика я снимать не буду и качать сил там намеренно я тоже больше этого делать не буду я решил полностью взять и уйти на ферму то есть у меня на дальнобойщиков 116 치�алл то есть у меня нету мотивации дальше работать на данной бойщиков то есть для меня всегда мотивация была на работе это именно скилл то есть смысл мне качество 20 нету потому что 120 нету рейсов рыбалка для меня очень скучная я не могу сидеть на одном месте как бы чтобы нормально зарабатывать на сетке нужен�� Поэтому я не хочу сидеть задротить, как бы на рыбалке ферма более интересна, она более разнообразная, и там больше видов заработка, поэтому я как бы выбрал ферму, рыбалку я не пойду, ребятки, даже не пишите, не говорите, рыбалка для меня это прям дно, личному мнению, я там не смогу долго сидеть. Я надеюсь, ребята, на ваше понимание, то что вы не будете на меня обижаться, то что вот как бы ты решил уйти из дальнобойщиков, ты решил больше не снимать будем дальнобойщика, ребята, я не вижу для себя развития, перспектив надально, потому что, как я и сказал, у меня 116 скилл, то есть мне нет смысла качать его до конца. Если в будущем с дальнобойщиками что-то сделают интересное, как-то их поменяют, возможно сделают рельсы 120 скилла, то тогда, возможно, эта рубрика вернется, и я вернусь на дальнобойщики и буду качать максимальный скилл. Даже в плане заработка ферма намного интереснее, то есть да, у меня там всего лишь 5 скилл в данный момент на ферме, но я понимаю то, что если качать там 10, 15 скилл, можно зарабатывать огромные деньги, намного больше, чем на дальнобойщиках и на рыбалке. Поэтому, ребятки, будьте добры, отнеситесь к этому нормально, адекватно, с пониманием. Для меня самое главное рабочее это развитие, понимаете, как бы я могу вкачать скилл на ферме, я вижу то, что там есть хороший заработок, мне эта тема интересна, я там особо не устаю, то есть я вчера за стрим, допустим, вырастил 3 теплицы, понимаете. А дальнобойщики, ну что дальнобойщики, ну могу я покатать дальнюю, но заработаю я те 600 тысяч или 700 тысяч за час, ну и все, то есть мне как-то это немножко надоело, пацаны. Даже реально в плане заработка ферма намного будет прибыльной, то есть я скилл там качал 100, 4 с половиной месяца, я думаю здесь за 2, за 3 месяца можно вкачать там 10, 20 скилл спокойно. Ну что ж, ребятки, теперь я предлагаю сделать самое интересное, самое важное, это поехать и поработать немножко дальнобойщиком. Магнум я продавать не буду, ребята, можете даже об этом не писать, мне он обошелся в кругленькую сумму, и продавать его в 2 раза дешевле, чем я его собрал, я не буду. Ну да, пацаны, типа скилл у меня пиздатый, я не спорю, то есть, если я просто пересел бы на газу 3 чипнитра, я бы мог там за час сделать 800-900 тысяч, на самом деле это не особо выгодно. То есть, допустим, на дальней, если ты вкачаешь максимальный скилл, ты можешь зарабатывать 700-800 тысяч за час, ну может быть там 900 со спросом, но на ферме, если ты вкачаешь, ты будешь зарабатывать 2,5 миллиона за час, то есть вы на рыбалке даже столько не зарабатываете на максимальном скилле. У меня появилась мотивация именно перейти на ферму, во-первых, ради заработка, во-вторых, ради интереса, потому что это что-то новое для меня, как бы новая такая история, новая возможность там прокачать скилл и так далее, новая возможность снимать для вас контент, понимаете, просто будет дальнобойщик, они уже честно и меня заебали, потому что, ну, сколько уже серий было снято, я эту рубрику снимал где-то лет 5, наверное. Будем честны, потихоньку дальнобойщики уходят уже на второй план, то есть, да, есть там транспортные компании, есть там ребята, которые качают скилл, но для меня это уже пройденный этап, то есть я не хочу больше этим заниматься. Вот, ребята, кому интересно мои скиллы, то есть, как бы, да, на ферме пока что у меня пятый скилл, но я намерен, как бы, сегодня вкачать шестой, это будет, скорее всего, ночью на стриме. Ну, а так, я не скажу то, что дальнобойщики это полная хуйня, то есть, для тех, кто не работал здесь, то есть, вам будет классно, вам будет интересно, ну, для стариков, я думаю, вы сами понимаете, то, что оно заебывает, честно, оно как бы заебывает, у тебя уже скилл есть, ебать, у тебя уже бабки есть, бизнес есть, ну, что тебе еще надо, то есть, нужно что-то новое, нужно что-то интересное. Для меня новое интересное, это ферма, то есть, там новый заработок, для меня это новая работа, новый скилл, там, и так далее, то есть, вот в этом плане, я думаю, вы меня понимаете. Но, по факту, есть три валика, то есть, это дальнобойщики, рыбалка и ферма, то есть, больше никаких таких работ, прям интересных, прибыльных, я не знаю. Но, как я сказал, на рыбалку я не пойду, потому что для меня это смерть просто, ну, не могу я на одном месте сидеть, то есть, такое ощущение, то, что, чтобы сидеть на рыбалке, надо быть реально батом просто, Зачем мне сидеть, потеть, ебать, качать там 50 скилл рыбака, если можно вкачать 30 на ферме и зарабатывать больше. То есть у меня в планах сейчас, как бы, вкачать 10 скилл, поэтому в этом плане тоже буду думать, развиваться, как бы, возможно, вам потом что-то рассказывать, какие-то лайфхаки, какие-то фишки, как бы, на ферме. Не, ну так, в целом, ребята, работа дальнобойщика, она довольно-таки интересная и атмосферная. То есть моя цель надально уже достигнута. Мне нужно что-то новенькое, для того, чтобы не было мотивации, как бы, развиваться, играть там и так далее. То есть, по факту, мне на мазинке нечем заниматься, кроме того, как стримить, снимать видосы, то есть, зарабатывать бабки, по факту, ну, мне это нахуй не надо, потому что у меня, как бы, есть бизнес. Заработок не особо интересен, но должна какая-то быть цель, должна быть какая-то мотивация, поэтому я решил пойти на ферму. На дальнейшем, ты просто ездишь с точки А в точку Б, а на ферме ты просто сидишь, а на, как бы, ферме нужно включать мозги. Нужно включать мозги, нужно думать, ага, так, а что туда залить, ага, а что так сделать, туда-сюда, жила-бла. То есть, ну, на ферме надо больше думать. Если вы, как бы, боитесь эту работу, в Ютубе есть миллиард видосов, как там работать, что там делать там и так далее. То есть, вы можете это все изучить и спокойно уже на опыте пойти работать на ферму. Ну что ж, ребятки, на этом моменте я с вами буду прощаться, огромное спасибо за просмотр, надеюсь на ваше понимание, надеюсь на вашу поддержку, на ваши лайки. Давайте реально на этом ролике наберем 200 лайков, я вам буду очень сильно благодарен. Да, ребятки, закончилась такая эпоха, закончилось то время, когда вы будете ждать будь недолюбочка. Все, ребята, все ссылочки есть в описании, заходите, смотрите, и, конечно же, не забывайте вводить мой промокод. Всех обнял-приподнял, всем пока-пока.